Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Я, конечно, понимаю, что у всех летнее настроение. Где-то вы смотрите мою трансляцию на курорте, вполне может быть, даже и заграничном. Но, тем не менее, это всё пройдёт, настанет 1 сентября, либо же вы, либо ваши дети пойдут в школу. И сейчас мы с вами поговорим о школе, в которой учился я, школе номер 170 города Самара. Вот так она выглядела в 2010 году. Несколько произошло изменений. Добавилось к стеллю Зои Космедемьянской года начала и год окончания Великой Отечественной войны. То есть, соответственно, 1941-1945. Крыльцо было обновлено. И так далее. Начинаю я свой обзор с того самого места, где лично я любил проводить много там торчал. Короче, речь об футбольной площадке. Не совсем футбольная площадка. Сейчас построили такую, как бы в советское время была расписана хорошо хоккейную площадку. Но играют там при школьном дворе в основном футбол. В хоккей не играют. Почему старая площадка была лучше? Ну, потому что, безусловно, она была для всех детей и жителей города Самары. А сейчас это, вы видите, огороженное место и доступ есть только у администрации школы номер 170. То есть, соответственно, ребятишки, в частности, вот этого соседского дома, не могут просто так поиграть в мячик с ребятишками из школы номер 170. А раньше такое вполне-вполне могло было. И не сказать, что это было прям уж очень ужасно. Наоборот, это было даже такие весьма-весьма интересно. Но мы вернемся чуть-чуть назад. И я вам расскажу некоторые истории, как бы события, что происходило в школе, когда я там учился. Ну, уж такое сразу вспоминается. Безусловно, бесконечные и беспардонные, даже бесполивные, я бы так сказал, списывания на переменках. Да, это было распространено, не знаю, может, это распространено, конечно, и в других школах. Но в школе номер 170 это было распространено особо до сих пор. Помню, как я вхожу в школу, иду там, допустим, первый урок у нас был урок математики, ну, алгебры. И как только учитель еще не пришел, когда, соответственно, кабинет был закрыт, и давали ребята списывать друг у друга. Я их ни в коем мере не пытаюсь осудить за это. Я просто говорю, что факт есть факт. Хорошо распространены списывания на переменках. И еще такое, я очень любил сидеть на подоконнике. На подоконнике, ну, за это дело ругали. Ругали, в принципе, правильно, можно было сломать подоконник. Вот только особо за этим никто не следил. Да, бывали случаи, бывали, безусловно. Безусловно, нам говорили, встань. Но тут сложно как бы судить. То есть в данном случае учителя правы, безусловно. Но уж как хотелось сидеть на этом подоконнике. На любом из подоконников в этой школе это просто вообще тюма. Это было классно, потрясно и очень даже здорово. Ну, кстати говоря, еще такой интересный факт про школу номер 170. Что в столовой не надо вообще... То есть можно туда ходить. В столовой, в принципе, она комфортная такая, довольно-таки большая. Но кормят. Какой же дряню кормят? О, я помню, как нас на уроке биологии заставляли закапывать пищевые отходы со столовой. О, это было что-то с чем-то. От них пахло, воняло. Я не понимаю, как можно это пойду из школы. Не берусь утверждать, за сегодняшний день, за 2017 год, Но когда я учился, столовой была крайне мерзкая, отвратительная. И все, что можно было там съесть, это лишь булочку да компот. Все остальное полное говно. Колбаса говно, макароны говно. Еще какие-то блюда, безусловно, дерьмо паршивое. Еще, кстати говоря, любопытный факт, который мне не давал покоя. Когда я входил на втором этаже в кабинет математики на алгебру и геометрию, Ну, еще дальше можно было пройтись и к запасному выходу, И там висели кроссовки на шнурке. Долго мне не давали покоя кроссовки. Почему? Потому что за порядком в школе довольно-таки следят. Однако же кроссовки висели. Мне не давали покоя, пока я не узнал, что это оказывается. Была такая раньше традиция. Когда ученик заканчивал четвертый класс или пятый, он кидал свои кроссовки, привязывал на веревочку и как бы оставлял их в знак уважения данной школе. Традицию в школе номер 170 забыли. Может быть, забыли это и в других школах, но в другие школы я отвечать не буду, так как в других школах я не учился. Да, но факты есть факт. Факт говорит о многом. Иногда забывают свои традиции ученики данной школы. Только ученики и учителя, и не только школу номер 170, но в частности школу номер 170. Я тут уже довольно заболтался. Что я любил еще? О, с кабинета физики. Не знаю, как сейчас, но раньше можно было, особенно когда там, ну, жарко, то есть это сентябрь, май, можно было там окно открыто, последнее окно, и можно было вставить на козырек. Как я уже говорил, вот сейчас другое немножечко. Крыльцо, не знаю, можно ли сейчас встать на это самое крыльцо, но я очень любил на переменке, а даже иногда и на уроке, когда у себя не было, там выходить на этот самый козырек. Это было нечто с чем-то, это было, это было, знаете, показатель крутости. И крутость добавляло то, что директор находился в соседнем кабинете. Да, я действительно любил... Также хочу сказать, что был такой прецедент, вы сейчас это не увидите, но вот тут вот, вот тут вот, то есть за углом, когда это курили, сразу скажу, что это было лишь только один раз, но их спалили, и они в рассыпную убежали. А почему мне это запомнили? А потому что это было, правда, очень массовое курение. И ладно, было не там, а так, что и в какой-нибудь сосед не рает. Так нет же, блин. Ну, тут у себя тоже, в целом, надо сказать, право, действительно, курение учеников, это вред, да и вообще курение, это вред. Тем не менее, блин, беспалевно курили прям, не то, что уж там за углом, а прям, 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 прям вот в школьном дворе. Это вот говорит об многом, безусловно, безусловно, говорит об многом. Ну, а теперь я буду делать обзоры на учителей. То есть, если раньше учителя не выставляли оценки там, от двойки до пятерки, теперь настала пора мне выставить им свои оценки. Давайте-ка начнем. Минуточку. Минуточку. Так, сейчас я быстренько соображу, куда мне двигаться. Ага, вот сюда. Ну и начинаем мы с Кузьмича, то есть с Александром Моисенко Кузьмича. А все в школе его зовут, в принципе, Кузьмич, по фамилии. Это, как вы понимаете, директор школы, как вы понимаете, учитель физики и информатики. Не знаю, почему тут написали информатики. Обычно он вел только физику, и мы боялись. Не надо нам, директор, чтобы вел физику. Но потому что мандраж откровенный был перед ним. Человек безусловно вызывает мандраж, когда с ним встречаешься. Особенно, когда ты ученик, ученик, и тебе мало лет по годам. А тут здоровенный булай, но вы сейчас его сами увидите на фотографии. Где у нас Кузьмич? А вот у нас Кузьмич! Вот у нас Кузьмич! Ага, ну, плюс его деятельности, к плюсам его работы можно отнести то, что школу, а, не закрыли, что уже неплохо, согласитесь, да? Бел, он угощал мороженым, о чем ему спасибо. Безусловно, за работу, но тем не менее спасибо. Из минусов. Тут дополнительно, я не знаю, заставляли ли он, или это заставляло райной, или так по всей матушке России. России, вот такое есть, дозывается улетняя практика, это такая, как бы, ты думаешь, что у тебя там летний каникул, три месяца, ага, ни хрена, ты две недели должен отработать. Ну, это касательно с пятого по десятого классов. Что отработать? Ну, например, привезти доску, то есть, не привезти, а перетаскать доски в школе, цемент и еще прочее. И вот за это, за самые тяжелые работы, почему-то Александр Моисенко Кузьмич мороженое нам не давал. Да, вот такая вот дилемма. Также еще самый существенный минус, но, в принципе, я скажу насчет практики, ее можно спокойно прогулять. Учителя обычно говорят, о, да, те, короче, кто не выходит на практику, да мы сейчас позвоним, да мы сейчас и скручим, и таких людей у нас в школе было не то, что уж много, но предостаточно. И их за это не исключили из школы. Да. Так что все это байки, сказки, и можете три месяца, если вы учитесь в этой школе, можете три месяца смело отдыхать. А у нас даже был один такой, но я не буду его называть, дабы не подставлять. Ну, скажем так, один из учеников нашей школы, который отдыхал, даже еще умудрялся и в сентябре отдыхать, то есть четвертый месяц в Египте. Ну, если он смотрит, он поймет, но я не хочу его назвать, поймите меня неправильно, не хочу подставлять хорошего человека. Идем дальше. А, да, насчет оценки. Значит, я ему ставлю оценку 4. 4. Я ставлю директору. Идем дальше. Дальше у нас... У нас... Опять-таки, минуточку. Кто у нас идет? Кошкина Ольга Александровна. О! Кошкина Ольга Александровна. Да, действительно, выдающихся, без привлечения, выдающихся учителей и как истории, так и общественного сознания. Действительно, ее уроки были для меня весьма и весьма интересны и познавательны. Да, припахивала, безусловно. Но, безусловно, особенно это касалось в седьмом классе, когда она вела какую-то программу по изучению истории, по академическому уклону. Ну, что я имею ввиду? Например, ты должен написать в тетрадке глиняные дощечки Месопотании. И мы с матерью их искали в различных энциклопедиях. Не могу сказать, что учитель слишком строгий, не могу сказать, что учитель слишком мягкий, однако точно могу сказать, что ее уроки истории и общества знания довольно-таки интересны. И поэтому в полной мере она, безусловно, заслужила оценку 5. Я бы даже поставил ей 5 с плюсом. Татьяна Александровна нас меня не учила, Ненкова, ЗАУЧ, замдиректора по воспитательной работе. Тут на самом деле, несмотря на то, что она замдиректора по воспитательной работе, мы ее видели крайне мало. У нас действительно были косяки как по поведению, так и по оценкам, но мы ее видели мало. Воспитательную работу проводила в основном либо классная руководительница наша, либо непосредственно сам директор. Вот. Заметно она была очень мало, но давайте-ка мы посмотрим на ее фотографию. Где же она у меня? где же у меня где же у меня фотография-то ее? Где же, где же? Да что ж, нет фотографии. Ну ладно, тогда я сейчас вот так. Ага, где же, где же она же, я же ее помню. А, вот, вот сейчас вы посмотрите, вот я нашел. Да, вот она. Ну, надо сказать, с одной стороны, конечно же, есть правило такое, что лучшие показатели деятельности незаметность. Но, с другой стороны, безусловно, косяков хватало. И, в частности, это касалось, ну, это не ее профиль, например, такой вещи, как дежурство. То есть, в школе номер 170, и говорю это совершенно неприязательно и неподкупно, заставляли мыть полы и убирать мусор. Все бы ничего, но вот было одно но. Да, снимали из-за этого с уроков, да, безусловно, этим пользовались. Ну, например, если ты не хочешь ходить на материн, ты мог отдежурить спокойно. Вот только одно но. Если уроков четыре, да, то ты должен дежурить всю первую или вторую смену. А это уже шесть уроков. Разница очевидна. И еще ты должен там до семи ждать, пока-то там в журнале все не отметятся. Это вообще, а вы представляете, ну, ладно там днем, а вечером есть, а, естественно, какие-нибудь гопники, какие-нибудь маньяки могут подождать, ну, территорию около школы. Ценный был такой случай, иду я, короче, после того, как я дежурил, иду я со школы домой. Ну, мне надо было выйти на остановку Антона, Мариса Тореза, на остановку Мариса Тореза, и ко мне подходят трое таких ребятишек, и один, короче, приставляет ко мне горло-нож. И говорит, а это мобильный телефон есть? На тот момент у меня не было мобильного телефона. Я, конечно, тут наложил в штаны порядочно. А вы бы не наложили в штаны, а? Вы бы тоже наложили бы в штаны. Я сказал, естественно, что телефона нет. Они и удалились. Не знаю, поймали их или нет, и также, я не знаю, учить, эти гопники в школьный номер 170, но факт был налицо. Налицо. То есть, после второй смены ходить, особенно, если вы, конечно же, живете не в ближайшем районе, довольно-таки опасно. Сейчас стало куда менее опасно, но тем не менее кражи какие-то, еще что-то случалось. Также интересный был сон, потому что, если у вас какие-то уроки, ну, например, учитель заболел, и этот урок последний, то вас отпускали. Но гардеробщица с вахтером закрывала дверь в гардероб, ну, это, понятно, зимой происходило, да, и не пускал нас пока все уроки не закончились. Естественно, мы пошли шаловаться там к заместителю директора, там, ну, не к директору, но, там, к заучим, и, конечно же, стали разбираться. Ну, тем не менее, нас отпустили, но это, опять-таки, задержка драгоценного времени. А почему оно важно, я уже вам объяснил. Какие-то гопники вечером, какие-то наркоманы, хотя у кошку, я бы не сказал, что они присутствовали, но, тем не менее, всякое может произойти на улицу с пятилетним ребенком, особенно, если он идет один, особенно, если ему ехать так, относительно приличное расстояние в общественном транспорте, то есть, вы понимаете, всякое может случиться. Район крайний криминогенный, я бы даже сказал. И, в основном, кстати, говорят и из-за кадетов, но об этом чуть позже. Идем дальше, по рейтингу учителя Анинкова, ну, я не, Савин, а Андрей и я, что-то, об этом именно он, сейчас, минутку, а, сейчас, подожди, так, где же Савин, даже у него про газеты те есть. Вот, Савин, ну, что-то сказать, настоящий предполковник, и я не буду судить его деятельность в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Это не моя компенсация, так как я не военный. Я буду говорить об методах воспитания. Довольно-таки жесткий и суровый офицер-воспитатель кадетского корпуса. Не буду говорить, что происходило с кадетами в кадетском корпусе, бил ли он их, не бил, честно говоря, не знаю, но так он действительно жесткий и довольно-таки суровый. Помню, как мы сидели на той же уроке физики, и он болбанил, болбанил в барабан. Ну, а кадеты готовились 9 мая и мешал тем самым другим классам школы учиться. Еще раз повторюсь, моя оценка ему 3. Я не знаю, что происходило в кадетском корпусе с кадетами, когда он туда захаживал. Всякое может быть. Поэтому оценка 3. Он меня лично не доставлял ни раз, поэтому оценка не 2. Но он действительно суровый, суровый мужик. Между прочим, он висит в гордость Самары. И тут, конечно, вспоминается по сути, которая, правда, к нему может не иметь никакого отношения, но тем не менее есть же такая, недаром такая поговорка. Так вот, он висит на стеле, когда ты входишь в Советский район, на пересечении Гагарина и Советской армии, там ими гордится Советский район. Савином гордится Советский район. Хотя, я бы даже сказал, я знаю тех чуваков, тех людей, которые, ну, сопоставимы, что ли, как минимум с Савином, но под связи вооруженных сил и делают некоторые его виды. Еще раз подаю, он меня не доставлял, но шапа сходила в кадетском корпусе, мне дополено неизвестно, поэтому три. Что касается самого кадетского корпуса, есть сейчас интересная такая деталь, девочки учатся с мальчиками в этом кадетском корпусе. И одного из тех, кто учился в кадетском корпусе, но перевелся в наш, а у нас был гражданский класс в этой самой школьной номер 170, я спросил, ну неужели там девочки спят с мальчиком в кадетском корпусе. Ну в смысле не буквально спят, как вы все подумали, а в смысле там койки, там допустим мальчик-девочка спит, мальчик-девочка, вот в этом смысле. Он такой говорит, что нет, девочка отпускают, ну по понятной причине, потому что ну вы понимаете, вы поняли о чем, да, здоровые бугаи, кадеты, и тут девочки, ну сами все понимаете, школа не место для, ну, ух, какие у меня сейчас мысли влезли в голову, но я ведь действительно, я быть полублезен, что девочки, кадеты, наряду с мальчиками ночуют в этом самом кадетском корпусе, который располагается в школе неподалеку, и до своей школе, что называется, чувствуются тяготы и лишения армейской службы, что бы для девочек это сейчас не означало, но тем не менее информация из достоверного ученщика, что девочки не спят в кадетском корпусе, то есть это уже говорит о том, что девочки учатся не наравне с мальчиками в этом кадетском корпусе, хотя, да, понятно, что нельзя там девочку 15-летнюю с мальчиком, чтобы они спали вместе в кадетском корпусе, нельзя как в буквальном смысле, так и в переносном смысле, хотя в переносном можно, но я сейчас заболтался, что-то, но в общем, вы поняли, если уж вы допускаю, Савин, то, что девочки познают воинское искусство, но они с мальчиками, то уж пусть постараются строить для них тоже отдельную казарму, но я думаю, это будет справедливо и честно, понятно, что могут быть такие случаи, там, будут бегать, ну, как в школьном лагере, но это уже, как вы понимаете, эх, это уже, в принципе, это нормально, ситуация, девочки интересуются мальчиками, мальчики интересуются девочками, и это все понятно, но еще раз повторю, девочки не наравне с мальчиками, в школе номер очереди, Жданова Наталья Викторовна, но я фото не нашел, она вас вела общественную ОПД, общественную проектную деятельность, и, в принципе, вела достаточно-таки неплохо, но не сказать, что уроки ее чем-то мне хорошим запомнились, поэтому ставлю ей оценку 3 с плюса, вот такая оценка она вполне себе заслуживает, но я, как и ваша Юсила Анатольевна, не буду оценивать, как вы понимаете, это моя мать, и я не могу ее оценивать объективно, лишь могу оценивать только субъективно, поэтому я ее не буду оценивать вовсе, поймите, это мое право. Итак, Михаил Кова Наталья, он тоже не знаю, широкого Валентина Александровна, это зауч, зауч начальных классов, ху, мать, постоянно они говорит в принципе, что касается Широковой, то можно смело поставить ей оценку 4, в принципе, на что жаловаться мать, просьбы ей удовлетворяет, но не всегда, ну, в принципе, тоже ее понять можно, ну, например, мать хочет, грубо говоря, какого-нибудь отпуска в середине февраля, ну, какой отпуск в середине февраля, правильно, правильно, так что Широкова Валентина Александровна заслуживает оценку номер 4, идем дальше, вот этих училей я знать не знаю, они у нас не вели, это все начальное, в школе, а, Энненкова Мария Геннадьевна, я ходил еще в школу дошкольников к ней, и занятия до сих пор, я помню, были интересны, да, если таки у тебя мать учительница, то ничего нового на этих занятиях ты не найдешь, а вот если нет, то занятия происходили довольно-таки в интересной игровой форме, и, безусловно, Нинькова Мария Геннадьевна заслуживает полноцветные 5 баллов от меня, как учитель. Идем дальше, Скворцон, у нас ничего, Шеремяка, Агрова Ольга Шерстенева, Темникова, Елизавета Ивановна, это наш классная руководительница, давайте-ка мы ее сейчас покажем, где же она, где же она, где же она, вот она, вот она, оп, довольно-таки, сейчас я поближе сделаю, довольно-таки душевный человек, преподаватель русского языка и литературы, и, если один изъянов слишком много, ну, по-моему, мнений сдает стихоз. Ну, понятно, что учителя должны сдавать стихи, и, 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 урока литературы, но уж из-за этого она сдавала уж слишком много по литературе. Почему она придиралась к русскому языку? Понятно, ЕГЭ надо сдавать, ЕГЭ обязательно, тут я не буду ее оценивать, но по литературе, конечно, конечно, даже более жестко судила, чем по русскому языку. И я поставлю из-за этого не не могу поставить Е5, не могу поставить Е4, и поэтому из-за этого она получает от меня 4 с плюсом. Да, вот так вот. И еще факт, любопытность из-за этой ванны. Она очень любила, ну, не знаю, как сейчас, но очень любила выслушивать детей на переменке. Не знаю, то ли ей времени не хватало, то ли еще что-то, но вот как только была переменка между русским языком и литературой, мы к ней подходили и читали стихи. И, естественно, так как кадетцы очень невоспитанные у нас, да, да, и бегают на переменках. С одной стороны, это хорошо, можно с ними порезвиться, но с другой стороны, когда ты сдаешь какой-нибудь материал учтенцы на перемен, не только из-за этого, но и другой, в частности, это мешает. Или когда ты хочешь почитать книгу, подготовиться к уроку, это довольно-таки мешает. И я еще выскажу насчет кадетов. То есть, если вы думаете, что вот, вы одолите ребенка в кадетский корпус, там потом он вырастет, потом его в уху подтянят под струнки и заставят пойти в военное училище, ошибаетесь. Кадеты у нас были самые невоспитанные, самые один, чего Гагашидзе стоит. История из Гагашидзе вообще показательна на то, что не надо идти в кадетах, потому что кадеты и суворовцы есть. Да, в суворовцах училищах действительно, если ты окончил суворовцах училища, ты можешь без экзаменов поступать в любой военный вуз, но это не касается кадетов Самары, как вы понимаете. это суворовц, это другое. И его потом забрали в армию. И, конечно же, потом, после того, как он отслужил, он поступил, выстал экзамены и поступил в военное училище. Но спрашивается, а нахрена было начать в кадетах, когда все равно забрали в армию, и потом, после армии, все равно пришлось сдавать экзамены в кадет, в высшее военное заведение. То есть, я не советую сдавать вашего ребенка в кадеты в школе номер 170. Я крайне не советую. Лучше сдайте в гражданский класс. Ну, идем дальше. Кто там у нас еще? Чемникова Елизавета Твана. Я уже говорил о том, что она получает оценку 4 с плюсом. Василия Наталья не училась, нас не учила. Измайлова Алиса Александрова тоже не учила. Слепенко 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 нет, Слепенко нас не учила. Леонова Екатерина Дмитриевна. О, она у меня есть на фотографии. Где же она у меня? Вот она у меня. Вот она у меня. Это учительница истории. После того, как Кошкиной было Неком доставим нянчиться в 10 классе, именно она у нас вела уроки истории. И в отличие от Кошкиной Ольги Александровны уроки происходили а, крайне неинтересно, б, нам дали какой-то ветхий учебник там, еще времен, но не СССР, но 90-х годов, и уроки были крайне неинтересны, а это было вообще, я не понимал, что я у нее торчу, Кошкина и Ольга Александровна продирает значительно больше она нам к нам, но и рассказывает значительно лучший материал, чем это. Поэтому она получила от меня двойку. Да, это вполне заслуженно и объективное мое мнение. Также она вела уроки экономии, экономики были и такие у нас в школе, и ничем не запомнилась. поэтому два. Два ей и это даже не обсуждается. Так, а себя наивно? А себя наивно у меня нет, но она тоже вела историю в 8 классе, когда Кошкина приполела или была занята, я уж не помню, и она очень много заставляла учить дат по истории, очень много. И за это даже я схлопотал двойку в четверти. То есть мое отношение к предмету истории. Да, действительно, даты надо знать. Да, они важны. Но надо твою мать знать и понимать события, знать, почему, например, произошла, например, у нас в России опричнина, что из этого вышло, почему Ивана называют, собственно говоря, четвертого грозным и так далее. Асяна Ильина нас только, только лишь заставляла учить даты. и поэтому Асяна Ильина получает тоже двоечку. Двоечку называется за двоечку в четверти. Глебова Тамара Алексеевна, учитель математики. Ну, у нас она вела только лишь алгебру и геометрию. Давайте-ка мы на нее посмотрим. Посмотрим. Вот она, жизнерадостная бабуля. Что сказать? Ставила двойку. Нет, в принципе, она объясняла материал очень строго. И надо сказать, в девятом классе из-за нее произошла даже война. Но насчет войны я не буду касаться. Если вы захотите узнать, что произошло в школе номер 170, когда она пришла к нам работать учителем алгебры и геометрии, вы можете зайти на мой канал. Ну, сначала вбиваем естественно же YouTube. вбиваем Естественно, мы вбиваем YouTube. Давай, вбивайся. Заходим на... Ну, я, с вашего позволения, пропиарую свой канал, мой канал, Дениса Кривошеева. Заходим в плейлисты сразу, да, и то, что натворила Тамара Алексеевна, мы можем узнать вот из-за этого плейлиста «10 месяцев войны в Самаре». Очень рекомендую просмотр данный формат аудиокниги. Тут вы не найдете никаких картинок, никаких изображений. Это все мой описание того, что творилось в Самаре с 2009 по 2010 годах. И, как вы понимаете, не только была Тамара Алексеевна замешана в этом, но являлась одной из главных героин то, произошло с отрицательным, естественно, минусом. Что сказать? А теперь насчет учебы. Ну, да, Тамара Алексеевна объясняет материалы, я еще раз повторюсь, вызывает доски, причем она вызывает доски всех, не только таматичников и пятерочников, а абсолютно всех. Всех заставляет решать пример и интегралы, ну и другие математические термины на зубок, но я не могу поставить 5, не могу поставить 4, потому что вы должны все-таки послушать мой плейлист 10 месяцев войны в Самаре и то, что произошло в Самаре с 2009 по 2010 год. В итоге Тамара Алексеевна получает итоговые 3 балла от меня как от бывшего ученика данной школы. Идем дальше. Так, по Тамаре Алексеевне я рассказывал. Рекеменко, но нас не учила. Чехирева Людмила Сергеевна. О, вот, Чехирева Людмила, не знаю точно, по-моему, она, по-моему, она, да. Короче, она занимается репетиторством, да. И занимается довольно-таки успешно, в частности, мой друг Виталий Алексеевич Клыкин к ней ходил и сдал ЕГЭ на троечку. То есть, можно сказать, что репетиторство у нее поставлено на шокий лад. К сожалению, я не могу найти фотку Трунина, Невера, Николаевна. Вот, фотографии, но также я не могу найти фотку, все шифруются, вы понимаете, да, да, Шлег, скоро-скоро ЧП будут, как вы знаете, вживлять в мозг, так что особо не зашифруешься. Насчет Труниной Веры Николаевна, учитель географии, меня всегда бесило то, что вот она требует там начерчить контурные карты, то есть, границы стран, так далее. Ну, границы стран, это положено, положено, это ладно, к этому я еще не придираюсь, но ведь она заставляла черчить вот на контурной карте нефтяные вышки, то есть, не просто там начертить, допустим, где находится Россия, там, с кем Россия граничит, с Казахстаном, там, с Украиной, с Белоруссией, ну, и заставляют там разобрать, ага, где, значит, нефть, добывают, про газ такого вроде нефть, где атомные электростанции, да, что, также был один случай, когда кое-кто вел себя крайне плохо на ее уроке, но это не я сразу скажу, это заставило Трумина Вера Николаевна писать, точнее, она заставила хулигана в моем классе писать в дневник, что он себя плохо вел, он так и написал, я себя плохо вел, вот, смеху-то было, но, если вы хотите каких-то более глубоких знаний по географии, ну, например, что себя представляет, например, Марианская впадина, например, на какой высоте находится Эверис, то это все не к ней, да, потому что она этому не учит, она делает так, вот, вы сидите, записываете в контурные карты, ну, еще может вызвать тоски, там, покажите на карту ту страну, покажите на карту эту страну, и, как бы, все, поэтому она получает казалось бы, три, а вот нет, четыре, потому что уроки у ней были достаточно веселыми, иногда проходили, то, наверное, Николай, она еще раз, повторяюсь, получает от меня заслуженную четверочку, Ильина, я даже ее обвел, Ильина, Ильина Станиславовна, наш, учитель, биологи, извините, я должен это сказать, до меня дошли какие-то слухи, дескать, у нее несчастная судьба, что там, это, то ли разведенка, то ли ее замуж никто не берет, ну, сейчас, понятно, может, уже вышла замуж, уже я давно школу закончил, но ходили слухи по школе такие, ходили у нас слухи, что вот у нее там несчастливая судьба, достоинство данной учительницы состоит в том, что она смело отправляется с детишками в поход, куда-нибудь, например, на тот берег реки Волги, да, смело может с детишками отправиться, это, безусловно, плюс, также, девочки любили ковыряться в живом уголке, Ирина Элина Станиславовна их ни в коем мере не заставляла, безусловно, а они сами отгорели желание, то есть, есть живой уголок у нас на третьем этаже, и там девочки любят за черепахскими, там, за кроликами ухаживать, но, как дело доходит до знаний, и довольно-таки вбивает, да, ЛНК, ДНК, инфузория туфелька, да, знания вбивает, вбивает, но я не знаю, почему, то ли из-за того, что кабинет мне не нравился, то ли по какой-то другой причине, что учебник белый я обычно громко весил у меня, то есть, не громко, а тяжело, было много килограмм весил, она, я не могу поставить пять, ну, давай так, пять с минусом, пять с минусом от меня получает Ирина и Елена Станиславовна, учитель биологии. Идем дальше, Розанова Ольга Витальевна, давайте-ка мы на нее посмотрим, где она, вот она, что сказать про нее, действительно, гениальный физик. Не сказать, что научила меня чему-либо, но уроки происходили достаточно-таки интересные, достаточно-таки хорошо, кстати говоря, разбирают тему деления молекул на атомы, да, любят проводить всякие различные эксперименты, довольно-таки интересные, также я помню, что в кабинете химии у нее висела доска с таблицей Менделеева, и мы устраивали соревнования с Виталием Клыкиным, малым одноклассником, кто докинет в какой элемент, то есть, соответственно, водород дальше всех находился, и если ты попадешь в водород, ты наберешь больше очков, но если ты попадешь, например, ну, не знаю, в какой-нибудь там Лазефорде, или как там, Резефорде, да, то, соответственно, очков набираешь меньше, но есть одно но, которое, к сожалению, не могу поставить опять-таки просто 5, когда дело доходит до решения каких-то примеров, ну, например, N2-COH, то я вообще вот это вообще не понимал, ну, ладно, там, N2-C2OH это обозначение химических каких-то там формул или состава каких-нибудь веществ, ну, блин, как же это все вычисляется, она мне так до сих пор это все и не объяснила, и не вложила, то есть, я понимал, что аккуратом, что такое молекула, это безусловно ее заслуга, но как только дело доходило до решения примеров, тут уж, извините, ну, поэтому она получает от меня 5 с минусом, да, вот такая оценка, идем, идем дальше у нас, ага, Климов Александр Викторович, учитель ОБЖ, давайте-ка мы на него посмотрим, вот он, вот он гражданский тип этой наружности, больше всех было проблемы именно с ним, ой, он вставал, он вставал на входе в школу и требовал, а ну сменку покажи, сменку покажи, естественно, нам не хотелось перебываться, сменная обувь, то мы и проскользовали, особенно, конечно, я любил поиздеваться над пятиклассниками, то есть, когда они стоят на смене, они так, обувь покажи, я сказал, что? Да нет, ничего, не прохать. Ну, это, конечно, было только из тогда, когда его не было рядом, а когда он был рядом, он даже своих кадетов-то не пускал без обуви, не говоря уж о нас гражданских, так что это гнида редкостная, тварь редкостная и вообще-то самый худший учитель в школе номер 170, поэтому он от меня смело получает кол, кол с минусом, да, есть хорошие, наверное, офицеры и отчисляка детского корпуса в школе номер 170, но Александр Викторович явно не из их числа, поэтому кол, кол с минусом, такая оценка он вполне, поверьте мне, заслужил, заслуженно, заслуженно заслужил, да, вот такой вот афоризм от меня. Так, Данилова, Татьяна, Маркелова, Филатов, но они у нас не учили, я не учил минус. А, да, да, Елена Вианьян Миновна, да, учитель музыки, да, у нас была музыка, я уже забыл, да, она, в принципе, пожественно, со мной схожа, тоже, любит какие-то прогулки, любит какие-то учил, там, достаточно такие, интересно, там, песни, пляски, там, загадки, типа, угадай мелодию, и получает пять, пять просто получает, не пять с плюсом, но пять она получает. Так, а я потерялся. Ага, Елена Вениамин, да, Штинина Елена Васильевна по правилу, по строгости на втором месте. Требует всегда, чтобы заходили на ее урок без опозданий. Особенно это плохо, как вы понимаете, если урок первый изо. даже если я выйду там примерно за час до занятий, то могу подать, так как могу просто в пробке быть, автобус может сломаться, еще какая-то хрень может приключиться, приключиться, а все, а потом на ее урок не заходить. Так как она знала прекрасно, что мы в основном ходили не в сменной обуви, она заставляла нас одевать бахил, тем самым подвергала нас большому унижению, дескать, тут не школа, больничка, она медсестра, но мы, соответственно, больные, да? Понятно. Также, ну я плохо рисовал, понятное дело, в принципе, оценки ее по отношению меня вполне заслужены. Мне обидно только за одно, потому что я такой классный, ну было задание однажды разлиставать поднос, и я сделал поднос с логотипом Comedy Club. Ну, не являлась эта реклама, и Comedy Club мне никак не платил, просто я за ту победу любил лучше Comedy Club в выступлении Павла Голи, да, понятно, что задание было сделать с какими-то русскими дошивками, что ли, как там их называются, румами, или как там, узорами, да. Ну, я решил с Comedy Club, получилось два, то есть, поднос я нарисовал, не криво, а она сказала переделывать, и Сетина Екатерина Васильевна получает два, но два получает на какую-нибудь беспросветную, а два с плюсом, вот так я ее предмет оцениваю на два с плюсом. Низамов Ренат Николаевич, давайте-ка таки, где он, вот тут, вот тут, он, это учитель физкультуры у нас, ну, любил футбол, проводил спортивные какие-то мероприятия, организовывал сборную школу, успехов на попыще тренера никаких он не добился, ну, может, он выиграл чемпионат района даже своими ребятишками, ну, а так, в основном, все. Однако, учитель был неплохой, это, причем, было, сейчас есть но произошел конфликт не со мной, а с нашим классом, когда мы ему случайно заехали по мячу по баске и он решил больше, чтобы мы не играли в футбол, играли, и поэтому мы играли потом на его уроках лишь в основном в баскетбол или в волейбол, естественно, я затем был категорически, не согласен, я любил футболу, и сейчас не перестаю любить футбол, к футболу, поймите, к баскетболу и волейболу я отношусь тоже довольно-таки почтением, но, если дело касательно самому, что называется, играть, я больше люблю гонять мячик, нежели бросать его, в корзину, заставлял подтягиваться, отжиматься, но не сказать, что уж прямо именно что заставлял, то есть понятно, что это было положено по нормативу, но тем не менее, он получает оценку 4, да, это вполне объективная оценка, безусловно, кто там у нас, так, Зимцов Василий Александр, про Ленат Николаевич я уже говорил, Владимир воспитатель, это все кадеты, я не учился в кадетах, а, у нас все, все, да, все, а остальные учителя у нас они не учили, поэтому остальные учителя в этой самой школе остаются без моих каких-либо оценок и суждений, ну а и в конце я вам зачитаю, чтобы не быть голостовным некоторые отзывы от школы, об школе, об школе, давайте посмотрим, значит, так, скажите, пожалуйста, это бла-бла-бла, бла-бла-бла, сейчас, к сожалению, плохо, со спецификой, там, когда сикарета подготовка идет изучать, но сейчас, к сожалению, не могу спать, у тех, кто туда ходит, по телекординатам, человек, но в прошлом году такого сказал, что школа ему очень нравится, нам это неинтересно, так, где же, так, по поводу, вот, по поводу школы номер 170, искренне не советую, живу в 10 метрах, когда ты сам из школы, заканчиваю ее сама, пишет нам, до мира, давно, закончила ее моя сестра, что я могу сказать, уже в мое время эта школа была не фонтан, а сейчас и подавно, директора интересуют только деньги, учителей хороших мало, о чем я говорил, хотя, кто-то говорил, что начальная школа там сильная, но, не знаю, за три года в этом учебном заведении, даже при наличии неплохой начальной школы, можно так испортить ребенка, о чем я уже говорил, классы большие, детей на крыльце культа, об этом я тоже говорил, вот, видите, я всегда стараюсь судить объективно, что-то пьют, мат, перемат, перемат, да, насчет пьют, не знаю, видно, имелось в виду ремонад, а не пиво, но, тем не менее, факт есть факт, в общем, выбор, делайте сами, но я для себя решил сразу, вот, школа никогда даже есть, она единственная в горе останется, сейчас нас это уже не касается, но я сыну школу начала подобрать, когда ему три года исполнится только что, так, а у меня тоже, наверное, с трех лет сначала ходила отдать, так, но это неинтересно, да, совсем недавно, так, это неинтересно, мы учимся, все про школу, ага, у меня старший сын учится в школьном месте, в начальных классах еще ничего, а вот, я старший классах действительно слабые, да уж, они там две смены, очень тяжело для детишек, сейчас перевелись в лицей, сам ли, на улице Карлышево, не жалеем, ни капельки, пишет нам, мама, НАТО, мама НАТО, пишет, мы первый класс закончили, не могу сказать, что восторге от школы, так, средняя, но учительница очень хорошая, начальную школу там закончила, а там посмотрим, специфика детского класса, пока только наличие урока начальной военной подготовки, собирать, разбирать оружие и тому подобное, мой восторг, конечно, уроков физры у нас два раза в неделю, но для начальных классов нет спортзала, а, да, еще одна проблема, действительно, в спортзале либо занимаются с пятого по десятый класс, но, в общем, началки туда доступ закрыт, слишком там нагружено, а потом у них еще секция, но для начальных классов нет спортзала, это действительно так, в коридоре, сами понимаете, какая физра, физра у нас ведет офицер, он не проводит постоянно после второго урока идут завтракать, в общем, мой жалосток, что даже побегать некогда, а я и рада, кстати, не в кадетских классах физра ведет сама учительница, прям как каждый директор, темная лошадка, это, Кузовича, я бы сказала, мутный, но пока с ним не сталкивалась, так, понаслышке, взносы, я бы сказал, символические, 325 рублей в месяц, ну, это же сами родители должны судить, уж взносы в школе символически или нет, и при поступлении 1Т, что-то, фонд в школу, 2, 3, а, учебники, да, еще такая вещь, но это отдельная тема, отдельная разговор, что учебники, действительно, вам придется некоторые покупать, некоторые учебники, довольно-таки дорогие, так, что вот еще тут, судите, некоторые учебники, они вас обеспечат, библиотеки, но некоторые уж больно дорогие, и вам придется их покупать, так, идем дальше, отзывы о школе хороших, что же написать про школу, учился я в ней давно, ушла, после, в 95-м, но с того времени, по-моему, стало еще хуже, я родом, я рядом живу, и вижу, как там образование, воспитание проходит, когда я училась, директор был тот же самый, школа очень слабая, ориентир на тросик, начальная школа была сильной, за это время, директор стал еще предприимчивее, организовал на территории школы, прокат автомашин, а такое дело было, не только автомашины, а еще организовал прокат катеров, о, но это было, кадетский корпус, тоже приличное, вливание в карман директора, насчет этого не знаю, при кадетском корпусе, могу только рассказать, потому что вижу, когда гуляю с ребенком, наставник кадетов, не стесняется, обкладывается, а их воспитанников, трех яростом батом, это видно Александра Викторовича, нет, нет, Александра Викторовича матом нет, это Савин, Савин, да, он матом их кроет, не думают, что их знаний с того времени стали давать больше, ну, поверьте мне, знания о мате, это очень даже, кто видит, в кадетском корпусе дисциплину очень сильно ошибается, если вы хотите своему мальчику отбить желание учиться, сделать из него будущего охранника, тогда это как раз для вас школа, считают, что после этой школы никакого дальнейшего образования в высшем даже военном учреждении не встретят, по моему примеру, я могу сказать, что так оно и есть, только работа охранником, про начальную школу сегодня могу сказать, что сильно есть там хорошие себя, знакомые учиться там, ребенок, знания хорошие дают, но нет никакой организации, дети во время перерыва предоставлены сами себе, давайте, может, на другой сайт перейдем, я не знаю, так, с моим ребенком в воду ходил мальчик, это уже нам не интересно, слушайте, давайте, ага, вот про деньги, интересно, хочу написать всем про школу номер 170, мэрия, туда от своего сына, поймите правильно, так как были поборы, так и есть, просто они с каждым годом вывезутся не по-детски, за год, за год, что, от да, по моим подсчетам, 80 тысяч рублей уходят, в школу номер 170, медали, и все награды покупали сами, форма, вся абсолютно, одежда засущает, а, да, там еще, если вы в городском классе, вы должны раскошелиться на форму, на форму, должны, ах, я еще забыл поставить сейчас, а, не буду, не буду, ладно, ладно, там, учитель английского языка, школа номер 170, насчет формы, это интересно, это интересно, а, ну, давайте посмотрим на форму, ну, вот, видите, такие жакеты, мне лично, у нас была другая немножко форма, у нас были черные пиджаки, ну, у девочек белые были, соответственно, это было лучше, чем вот эти сейчас, жилетки в виде какашки, ну, понятно, да, такая форма, говно полное, ну, на мой взгляд, на ваш, может, я не знаю, но, на мой взгляд, форма полная говно, и, ба, в павар, мэриан, и, ставка, в кадетке продается детей, если родители не подкармливают материально, просто вышвыривают, вот, об этом я не знал, об этом я не знал, заставляя нас, родители, добровольно писать заявление, сейчас сами уходим с кадета, прошу вас, дорогие родители, прежде чем отдать, в 17-18 школу, ребенка, подумайте, и взвесьте, все хорошо, спасибо за информацию, не знал, оказывается, вот так вот, если ты не плачешь деньги, давно тебя могут вышвынуть, из кадетского корпуса, но, с этим сайтом, все, идем на другой сайт, так, так, отзывы, отзывы, Татьяна, почитала, у меня такие поборы, на каждом шагу, учитель требует подарков, не указано какой, за детьми, действительно, не следят, ребенка бьют, учитель, ну, все равно, а ведь действительно, действительно, у нас, ну, не то, что там бьют, ну, хотя, да, бьют, но, у нас даже происходили целые, целые, как их назвать, ну, что-то вроде стенка на стенку, но, те, кто учился в советских школах, меня поймут, те, кто не поймут, короче, драки за углом у нас был, назначался стрелку, и мы, вместо того, чтобы занятий, проникали в детский шаг, в детском садике, на, на пол, на крыше погреба, и устраивали драки, как стенка на стенку, так и один на один, с самого этих драк, хотя же, единственное, что я в стенке на стенку, ни разу не участвовал, но, но дрался, да, дрался около школы, да, со сверстниками, да, здравствуйте, хочу с вами поделить, в школу, всем хорошо, это, как вы понимаете, как вы понимаете, не будем комментарии читать, ну, потому что мне хочется, что-нибудь негативное, ну, критику конструктивную, не очень, так вот, Алексей напишет, не следит за безопасностью детей, начальная школа, после уроков, могут идти, куда хотят, иногда вообще, непонятно, во сколько, за ребенком приходить, об изменении в расписании, нужно уведомлять родителей, первоклассник может, и не записать это в дневник, плюс у него, код зовут, что за детьми, надо следить, и выдавать их, родители на пеленках, тоже не следят в классе, мальчик, обижает всех детей, всем плевать, мы право найти не можем, учитель разводит руками, и говорит, что ничего не видел, я ребенка в школу отправляю, хочу знать, что его там, никто не будет бить, и что он уйдет, и непонятно куда, если вдруг я опаздываю, на 5 минут, здравствуйте, я закончил, учебное заведение, здесь всегда протестала, коррупция, и тирания, пришла монатория, злых, преподавателей, и офицеров, унижение, день от дня, нормальных учителей, перечитать, по пальцам одной руке, что касается нормальных учителей, я уже вам рассказывал, кто нормальный учитель, да, да, дальше, потешные солдатики, кадеты, только оскорбляют величие вооруженных сил, российской филиации, абсолютно согласен, абсолютно согласен, абсолютно, многих офицеров, выгнали из действующей армии, с позором за пьянство, за пьянство, насчет пьянства, не знаю, не знаю, но если это действительно так, это конечно же позор, у меня там учился ребенок, уже в седьмом классе, строгий, на спойлерах, это большой плюс, а нытиком, но я дальше не буду это читать, мне эта школа не нравится, а почему вам не нравится, бла-бла-бла, здравствуйте, о школе можно сказать, но не могу учиться, только начали, но вопрос, почему учитель начальных классов не отвечает, по-моему, я это уже читал, всех родителей, на мою просьбу, посмотрите, до прихода всех родителей, максимум час 30 минут, была негативная реакция, опять-таки, учителей не указан, и моему ребенку грозили отчислением, не меня, а ребенку первого класса, я бы не стала, возможность поднимать этот вопрос, если бы такое повторялось, а то, я была свидетелем этого неоднократно, представляла себя на месте родителей тех детей, которые, рассеялись, и не знали, куда деваться, такая обстановка, по Самаре, везде висит фото, маньяка, никто, ни за что не отвечает, о, не знаю, насчет фото маньяка, говорит о том, что родители сами должны смотреть за ним, а так, школа нам нравится, с ребенком, с пеленок, мечтали пойти именно в нее, так как она находится не очень далеко, и там хорошая дисциплина, и физическая подголка, как мы надеемся, не отчислить, но, ну, мы с вами, да, невероятно отвратительное заведение, спас, воровство, там, само собой, учителя слепы, эх, не вспоминается, фраза монолитой сталкера, слепец, ты слепец, с детьми, они занимаются еще и штрафы, придумали, да, на что штрафы, я не знаю, за что, обращаю внимание, департамент образования, детей оставляют без еды, и порой без формы, почему без еды, это как раз в плюс, потому что стало полноотвратительно, а без формы это тоже плюс, поскольку, ну, форма для меня лично, она была стеснительная, воровит одежду телефона, про телефоны рассказывали, а вот одежду, да, у меня даже тоже куртку стылили, была такая белая, синяя куртка, и мне пришлось на морозе пешком, и идти вот так, а был февраль, да, тырят, тырят, блин, куртку стылили, и уборщица, и завхоз, за это все, не проглядела, а это же еще, слушай, Николай, школа это очень клевая, так, школа, цензурская, воруют одежду, обувь, телефоны, обувь, кстати, тоже, да, могут своровать, а у меня даже однажды деньги своровали, да, мать дала, был автомат в школе, там, с базировкой, и даже деньги, ага, сфоровали, там 5 рублей, тогда, тогда баночка, пепси, кола стоила 6 рублей, ну, и как раз у меня были 6 рублей, но деньги своровали, пока я там ходил на урок изо, в университете ничего не делают, даже поощряют, охрана там, номинальная, только деньги собирают, сидит, как, болванчик, глазами хопот, на счет уголовальных хопот, у нас даже был такой интересный скандал, я сейчас назову имя своими именами, короче, была такая девочка Гусильчикова, и к ней охранник школы нашей домогался, сексуально, да, была такая история, и, короче говоря, его уволили, его уволили, но скандал, это был знак нынский, еще, есть еще, а, еще вот так, мне эта школа очень нравится, да, сейчас в школе могу сказать, но не могу учиться, ага, ну, это я читал, у меня там ребенок уже строгие, не связаны с безопасностью детей, да, я уже это говорил, скажу, если вы все-таки после моего стрима, после моих комментариев, не передумали отдавать своего ребенка в данную школу, по особенности ВК детский корпус, то она располагается вот здесь, вот, по адресу Аврора 117. Ну что ж, благодаря, а, еще я забыл выставить оценки, но тут я почему-то ее пропустил, я уж не помню, кто, как ее, а, вот Кочеткова, да, да, давайте-ка еще по оценкам пройдем, значит, Кочеткова Ольга Михайловна, руководитель музея, и был такой у нас урок, краеведение, тут надо сказать, что краеведение, в принципе, должно быть включено в историю, но почему-то это не было сделано, и она у нас вела краеведение, она так же ведет труд у девочек, насчет труда у девочек, не знаю, это обращайтесь уж к девочкам, которые учились в этой школе номер 170, но могу сказать, что музей довольно-таки неплохой, стенды довольно-таки интересные, однако наполнение музея довольно-таки скудно, ну что это, два кителя, какая-то каста, какие-то патроны, и ППШ, вот и все, постоянно на своих занятиях, в музее рекламируют журнал и кассеты, издание такое, ну вы знаете, наверное, Самарские судьбы, о, постоянно натыщат, вот, Самарские судьбы, не знаю, проплачена ли она или нет, но факт то, что Самарские судьбы, да, кстати, еще одна такая история связана с нее, как только она начала у нас вести урок краеведения, она задала вопрос, когда началась война, и все начали отвечать, 22 июня, тысяча судьбы, великолечественная, 1941 года, а я сказал, ровно в 4 утра, она сказала, заткнись, о как, да, и такое дело было, а над ее фильмами мы все ухахатывались, потому что фильмы были довольно-таки, невысокохудожественные, назовем их так, и Кочеткова и Ольга Михайловна получают 3, 3 с плюсом, я вообще не понимал, как хранительница музея может нам выставлять оценки, она же не учитель вовсе, но тем не менее, в смысле имеется ввиду по каким-то, ну, как сказать там, блин, помягче, крупным предметам, что ли, ну там, типа математика или русский язык, и 3 с плюсом она получает, есть у нас также учительница английского языка, Кашкарова, Кашкарова ее фамилия, ой, ну, у нее занятия происходили довольно-таки, весь, да, она нас постоянно пугала, то, о том, что, дескать, вот сейчас там ЕГЭ ведут по английскому, поэтому давайте-ка подтягивайтесь, да, было стрёмно, но, к счастью, никакого ЕГЭ по английскому языку, и по сей день не верили, довольно-таки занятия, интересно, она включала кассеты с английской речью, но, ставила мне двойки, не могу я поставить двойку за двойку, не могу я также поставить тройку, давайте-ка я за барстка плеча могу я поставить 5 с минусом, или 4 с плюсом, давай вот так, 4 с плюсом, она вполне себе это заслужила, ну, вот, по всем челям я прошелся, который знал, по тем, кто не знал, они у нас, в нашем классе, они ничего, очень-таки не преподавали, преподавали в соседних заведениях, еще раз я скажу, школа 170 находится, находится вот тут, вот, вот, думайте, не думайте, вступать или нет, решайте сами, спасибо за внимание, до встречи, до встречи на канале, по-такте, Продолжение следует...